Квас из овса. Этот напиток очищает организм, восстанавливает микрофлору кишечника и прекрасно утоляет жажду. По вкусу он лучше, чем дорогие магазинные напитки. А ингредиенты на его изготовление стоят копейки или вообще бесплатные. Первым делом засыпаем овес в трехлитровую банку. Его должно быть приблизительно 300-400 грамм. Вот, кстати говоря, овес очень хорошее средство от бурьяна. Если у вас на участке есть место, из которого нужно свести весь бурьян, посадите туда овес всего на один год. Поверьте, на следующий сезон от бурьяна не останется и следа, а квас будет всегда из чего приготовить. У многих квас из овса не получается. А все потому, что пьют не сам квас, а закваску. Вот с правильного ее приготовления и нужно начать. Для этого заливаем в трехлитровую банку воду. Вода обязательно должна быть кипяченой и охлажденной. Теперь засыпаем 3-4 ложки сахара, добавляем сюда несколько ягодок изюма и вот в таком виде, накрыв марлей, оставляем на два дня. По истечению этого времени квас, а точнее закваску, необходимо отфильтровать. Жидкость, которую мы получим после отцеживания, лучше всего сразу выбросить, потому что хорошего вкуса у нее не будет вообще. А то, что мы получим в итоге, в этой марле и будет закваской для самого вкусного кваса. Для приготовления кваса закваски много не нужно. Положите четвертую часть трехлитровой банки. Остаток держите в холодильнике. Его можно будет постепенно добавлять и держать квас постоянно готовым. Точно так же, как мы делали это раньше, кладем 3-4 ложки сахара и заливаем теплой кипяченой водой. Но ни в коем случае не горячей, иначе убьем все дрожжи и ничего хорошего, кроме грибка и плесени, у нас не получится. Прекрасный газированный напиток, который чудесно влияет на обмен веществ и даже восстанавливает зубную эмаль. Попробуйте, у вас получится. С добрым утром!